Друзья, всем привет! Наконец-то на смартфон Poco X3 NFC и на глобальную версию прошивки с индексом MI прилетает обновление MIUI на базе 11 андроида. На канале уже был обзор андроида 11 на этом смартфоне, но там была европейская прошивка с индексом EU. И сейчас прилетает обновление MIUI 12 0 1 0, но тут важное уточнение в скобочках начинается на букву R. Это как раз таки на базе 11 андроида. Это первая прошивка как раз таки для прошивки с индексом MI на базе 11 андроида. В этом видео посмотрим какие изменения, какие фишки у этого обновления, а также в конце видео сделаю общий тест производительности на базе 11 андроида, тест производительности процессора, плюс сделаю тест на троттлинг, посмотрим как ведет себя смартфон под нагрузкой в новой прошивке. Если поддерживаете канал, не забудьте поддержать видео лайком и мы начинаем. Давайте посмотрим на список изменений. Первая это система, обновление системы безопасности Android, My 2021, улучшенная безопасность и стабильная версия MIUI на базе 11 андроида и обновление Xiaomi Cloud. Но списки изменений здесь идут как правило не детализированные и давайте посмотрим что же появляется нового. Самый частый вопрос в комментариях как же включить вот эту вот плоскую белую полоску внизу. Вот как раз таки она и появляется с приходом андроида 11 и включается она зайдя в настройки, расширенные настройки, безграничный экран. Включаем управление жестами и проверяем чтобы скрыть полноэкранный индикатор, была функция отключена. И все, таким образом у нас появляется этот индикатор. Первое он смотрится стильно, во вторых он функциональный. Свайпами влево либо вправо по этому индикатору мы можем переключаться между свернутыми приложениями. Это достаточно удобно. Далее друзья, после того когда пришло обновление и вы обновились, не забывайте сразу же заходить в обновление компонентов. Здесь сразу прилетает много обновлений и нажимаем кнопку обновить. Потому что когда обновляются вот эти вот дополнительные приложения системные, у вас появляются еще плюс дополнительные фишки. Я уже обновление сделал, просто-напросто нажал кнопку обновить все и у меня обновилась безопасность, миза метки, здесь будет много новых фишек и другие системные предустановленные приложения. Все это обновилось. По-хорошему после всех этих обновлений перезагрузить смартфон. Ну а мы же идем дальше, что же добавилось здесь нового. Заходим в уведомления и центр управления и изменяю стиль центра управления. Теперь это интуитивно понятно. Наглядно отображается, включаю новую версию. И таким образом у меня теперь отображается вместо стандартной шторки центр управления. Обратите внимание, здесь уже починили. Вот здесь отображается время, день, неделя, дата. В предыдущих обновлениях было написано центр управления и многоточие. А также добавилась функция ограничить центр управления с экрана блокировки. Теперь не введя пароль, не будет доступна шторка. Это полезная фишка, чтобы повысить конфиденциальность. Также добавили умный дом. Если вы пользуетесь устройствами умного дома, можно включить. И таким образом открываем центр управления. И здесь у нас отображаются в самом низу умные устройства для быстрого доступа. По поводу плавающих окон. Если зайти в особые возможности, вот она функция плавающие окна есть. Но почему-то и в других обновлениях для этого смартфона все меньше и меньше приложений поддерживают оконный режим плавающие окна. Напомню, что это фишка MIUI 12. И вот все меньше и меньше приложений с обновлениями стали поддерживать эту функцию. Вот обратите внимание, перехожу в меню недавний, зажимаю приложение и удерживаю. И функции плавающих окон здесь нет. Единственное, мы можем, когда приходят уведомления, смахнуть вниз и будет открываться в оконном режиме. Почему-то ранее эта функция была доступна для других приложений, не только мессенджеров. Но, друзья, есть отличная новость. Если мы подключим беспроводные Bluetooth наушники, вот у меня подключены наушники Hi-Tune T1, перехожу в эквалайзер. И теперь для беспроводных наушников могу регулировать эквалайзер. В предыдущих прошивках этой фишки не было. И вот регулирую как пожелаю. А также могу из списка выбрать любое направление музыки. Есть уже предустановленные пресеты. Если перейти в настройках в экран, здесь теперь уже более наглядно понятно. Переключение в темный режим. Реализация такая же, как в MIUI 12.5. А также, если перейдем в изменение частоты обновления на 120 Гц, либо 60 Гц, здесь уже переключатель обновленный, тоже как в MIUI 12.5. Приложение безопасность тоже здесь обновилось. И что здесь получается, если мы зайдем в батарею? Здесь у нас уже две вкладки. Первая экономия энергии, вторая батарея. Здесь мы можем посмотреть, сколько заряжался смартфон за сегодня, температуру батареи, и контроль активности ограничивать можно вот отсюда. Если какие-то приложения, которые вам не нужны, чтобы работали в фоне, то можно отсюда перейти и выставить жесткое ограничение. Тем самым, хорошо будет экономиться заряд батареи. Но для мессенджеров, конечно же, нужно оставлять умный режим. Иначе из мессенджеров уведомления приходить не будут. Для мессенджеров обязательно оставляем умный режим. Далее, друзья, приложение заметки. Оно здесь обновилось и выглядит, как в MIUI 12.5 со всеми ее фишками. Добавилась функция рисования и при помощи карандаша, фломастера, маркера или ручки, цвет здесь изменяется, можно делать любые рисунки. Также из инструментов есть ластик, можно добавлять картинку, можно добавлять текст, а также можно сделать какую-то геометрическую фигуру, зажать и удерживать, и система ее автоматически распознает и превратит, допустим, круг в круг, квадрат в квадрат, треугольник и так далее. И рисовать можно здесь пальцем, а также удобно вот таким вот стилусом. Если вы что-то более сложное желаете нарисовать, то вот такой стилус в виде ручки будет более удобен. Кому интересно, где я заказывал такой стилус на Алиэкспресс, ссылку я оставлю в описании. Плюс при создании заметки добавили функцию создать карту мыслей, нажимаю на эту функцию и этот инструмент будет оптимальный для создания структурированных схем и планов при помощи вот таких вот дополнительных блоков. И в общих настройках приложения заметки можно включить быстрые заметки. И появляется такая полупрозрачная линия вверху слева для быстрого доступа к заметкам и задачам. Далее функция произвольных скриншотов, где мы три пальца зажимаем и удерживаем на дисплей и можем делать произвольные скриншоты в виде квадрата, прямоугольника, круга. В этом обновлении эта функция еще не добавилась. Если мы зайдем во телефоне, будем кликать на версии MIUI и станем разработчиками, после чего зайдем в расширенные настройки в самом низу для разработчиков. И здесь опускаюсь практически в самый низ. Функция Power Monitor. Включаю. Эта функция была и ранее, но ее немного улучшили. У нас, как и было, можно посмотреть FPS в играх, можно посмотреть разрешение дисплея, сколько герц выдает дисплей. Теперь можно посмотреть температуру, для игр это актуально, и сколько на данный момент занято оперативной памяти. Очень удобная фишка. Плюс с андроидом 11 добавилась новая фишка. Когда приходит уведомление с месседжера, нажимаю на вот такие вот стрелочки. И у меня сообщение с контактом, переходит на рабочий стол в миниатюру. И можно параллельно работать, нажав на эту миниатюру, вернуться к диалогу. Когда диалог уже не нужен, просто смахнуть вниз. А теперь давайте посмотрим тесты производительности. В общем тесте у Antutu смартфон набирает 351 779 баллов. При тестировании процессора в приложении Benchmark в одноядерном режиме 562 балла, в многоядерном 1733. При тестировании на троттлинг отличный ровный график, вопросов не возникает. Если подвести итоги, то с приходом андроидом 11 на глобальную версию с индексами добавляются новые функции, производительность не падает, вопросов с перегревом смартфона тоже не возникает. По работе жестов работают они так же, каких-то лагов, залипаний не наблюдалось. Друзья, на этом у меня все. Если видео было полезно, не забудьте поддержать лайком. Всем пока, до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok